Всем привет! Сегодня мы вам расскажем последние новости из жизни блогеров. Леонид Якубович ушел со съемок шоу ЧБД. Выяснилось, что ведущий до последнего терпел, что его перебивали и высказывал свое недовольство. В конце, когда Леонид должен был рассказать свою концовку истории, он просто встал и ушел, оставив комиков без ответа. Мы еще не закончили. Еще раз! Просим! 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 Концовку рассказать! Чем закончилась история? Только концовку рассказать и все. Мы с вами весело хотели провести время и пошутить просто. Во всяком деле... Всего доброго, до свидания! Блядь! Ну зачем? Казахский шоколад! Нееееее! Ломали двери и устроили давку. Скандал на концерте Ивана Зола в Ярославле. Фанаты тиктокера устроили на концерте давку и избили 15-летнего школьника. Организаторы концерта продали 1900 билетов, хотя помещение было рассчитано максимум на 1000 человек. В итоге подростки наполнили клуб и устроили давку, которая переросла в драку, увечья и потерянные вещи. Даша Дошик психанула на музыкальной премии из-за того, что заняла третье место. Когда ведущий объявил Дашу, она вскочила, показала всем средний палец и кричала, что она в топах. Угу. Третье место. Даша Дошик. Второе место. Даша, вот так? А я здесь при чем? Я в чарта! Ммм, Даш, ну вы что, так нельзя. Ну, она, наверное, расстроилась, что долго сидеть пришлось, да? Надо было вначале эту номинацию показывать, ну, чтобы не ждала звезда из чартов-то так долго. Даже Ида Галич здесь до последнего, а Даша нам палец средний. Никита Калангривы появится в новом выпуске ЧВД. В сети появились кадры со съемок шоу «Это будет разнос». Дети Оксаны Самойлова и Джигана попросили больше не устраивать им сюрпризов и не заводить детей. А дело все в том, что у родителей из-за постоянной работы не хватает времени для того, чтобы полноценно уделять внимание всем детям. Они чувствуют недостаток. Если в семье появится еще один ребенок, то внимания будет меньше, чем сейчас. Никогда больше не заводи ребенка себе. Почему это? Почему это? Советую, Ахман. У них, да, у них очень большой страх того, что у нас будет еще один ребенок в семье, им кажется, что они тогда будут летать в багажном отделении, там, и ездить вообще, типа, на буфонке в Москве. Это реально правда, да. Почему? Потому что ты нас любить вообще не будешь. Почему это? Ты вообще обнимание не будешь. А про нас забудешь, мы как игрушки-то будем, когда мы со мной в пакете валяться. Это неоспоримый факт, то, что у меня не хватает времени на то, чтобы, может быть, так много, как они хотят. Клава Кока наконец-то рассказала истинную причину их расставания с поверенным. Клава призналась, что мечтала стать мамой, а Александр сказал ей, что у него на первой месте карьера, а семья и дети потом. При этом, по словам Клавы, Александр ничего не делал для того, чтобы добиться карьеру успешного артиста. Просто сидел дома и постоянно играл в компьютер. Мы с ним не можем сойтись. Например, вообще чего я хотела от отношений? Даже когда я шла на проект, я хотела семью. Я хотела детей. Я мечтаю давно уже об этих бегающих ангелочках. То есть у меня есть все, но нет и не было того человека, в котором захочется видеть свое продолжение. И я очень сильно об этом хотела, я это озвучила и абсолютно не скрывала. Мы были уже целый год вместе, и он сказал мне, что я пока не стану богатым и популярным, я не смогу строить семью. Я не готов. Российский актер Марк Эдельштейн покоряет своей харизмой на обложке европейского журнала GQ. Марк стал главным героем нового номера, дал для него интервью и поучаствовал в полноценной фотосессии. Кажется, пора завязывать с актерской карьерой и идти прямиком на подиум. Семья Оксаны Самойлова и Джигана выгнали из арендованного дома из-за козы. Оксана решила, что они вернутся в свой старый дом. Всем привет, я Коза Миме, и мою семью подняли из арендованного дома из-за меня. Я не грущу. О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой. Что ж. Ну что, смотрим? Готовы? Я люблю. На-на-на-на, все ради вас, чтобы вы были счастливы. Денис Кукаяко поздравил свою жену Лену с Днем Матери. Презентовал ей новенький личный автомобиль. Правда, Лена мечтала о гелике. Но в качестве подарка был преподнесен автомобиль Нева. На первом фото можно увидеть изначальную реакцию Лены. А на втором моменте, когда она уже узнала модель и марку, почти угадал. Лена мечтала о гелике. Это Нева? Ага. Лена мечтала о гелике. Лена мечтала о гелике. Продолжение следует...